Дружная команда юных корреспондентов нашей телерадиокомпании вернулась на днях с международного фестиваля детского телевидения. Включайся! Наша программа переверта Шекилбупсер стала лучшей детской новостной программой, оставив позади 30 конкурентов о командировке наших коллег в Москву в репортаже Марии Шоклевой. Еще 9 лет назад Национальная ассоциация телерадиовещателей задумала вырастить замену нынешним телевизионщикам, самых креативных, думающих и смелых журналистов, чьи работы с удовольствием и оценивают каждый год. В этом году 205 работ прислали, это рекорд. И с каждым годом все больше и больше развивается наш фестиваль, и вместе с ними детское телевидение. Оно, вопреки прогнозам всяким, существует, живет и становится все ярче, все интереснее. Фестиваль «Включайся» – это возможность познакомиться с юнкорами со всей России, а также пройти уникальную практику. Кажется, что горящие глаза, исписанные блокноты и включенные камеры на телефоне здесь у каждого. Этот робот из Франции, его зовут Поль. Он художник. Он может нарисовать портрет любого человека и в конце поставить свою подпись. Второго шанса снять сюжет об удивительной выставке роботов у этих мальчишек и девчонок может просто не быть. Так же, как и возможности взять интервью у известной телеведущей Яны Чуриковой. Вы помните свои первые шаги на телевидении? У меня даже сохранилась где-то кассета дома, вернее у мамы. Я все сделала для того, чтобы она исчезла. Эта кассета даже пыталась ее размагнитить, ничего не вышло. Короче, этот ужас называется «Я беру интервью у Валерия Меладзе». Никому не смешно, а мне было смешно, когда я посмотрела потом лет через 10. Это вот такие вот очки, вот такая вот челочка. И вопрос. Скажите, Валерий, ваши творческие планы? Чтобы никто никогда мне таких вопросов не задавал. Режиссеры, актеры, журналисты с удовольствием делятся с ребятами секретами профессии. И в один голос объясняют. Нужно мечтать не просто попасть в телевизор. Нужно стремиться делать телевидение, причем хорошо. Если 360 каналов, вы представляете, сколько на них идущих. Вы представляете, сколько мощностей требуется для того, чтобы их все произвести. Так что я боюсь, что сказка про золушку в плане телевидения закончилась. Вряд ли кто-то, правда, сможет прославиться на телеке, если ты, конечно, не исключительный. Фестиваль «Включайся» называют детским Оскаром. Участие в этом конкурсе бесплатное, поэтому конкуренция большая, а победа солидная. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Спасибо вам!